привет я макс это канал рыбалкин тиви в этом выпуске расскажу тебе о шок лидере каким он бывает и в каких случаях его использовать покажу узел которым я вижу шок лидер очень простой и легкий а также пару нюансов про шок лидер поехали итак простыми словами шок лидер это отрезок более толстого лески или шнура который привязывается к более тонкой основе шнуру или лески шок лидер используется в четырех выгодах первое для ловли с тяжелыми кормушками если мы хотим чтобы основная леска была или плетенка потоньше при этом ловить на дальних рубежах были хорошие дальние забросы мы используем шок лидер с более отрезком более толстой плетенки для того чтобы она брала на себя нагрузки тяжелых кормушек и при забросе вторая выгода использования шок лидер это только как раз таки чем пользуюсь я чтобы не тратить намотку на основной шпуле допустим я привязываю шок лидер чуть чуть потолще постоянно перевязываю отрезаем монтажи соответственно здесь намотка она уменьшается а если у меня привязан шок лидер он уменьшается уменьшается я шок лидер оторвал привязал новый шок лидер основная моя намотка на катушке осталась такая же как и была третья выгода использования шок лидера так это относится к именно шок лидеру из лески монофильной для того чтобы придать какой-то отрезок для растяжимости амортизации для ловли крупной рыбы но это очень редкий вариант использования сейчас для таких задач лучше применять отвод под поводок из фидер гамма и четвертая выгода использовать шок лидер если мы ловим в условиях ракушки или острых камней каких-то там жесткой бровки чтобы не резать основной тонкий шнур который может одним касанием порезаться и все до свидания для этого используется шок лидер как правило из флюорокарбона который более износостойкий и более толстый диаметр будет себя прекрасно чувствовать на ракушке в крайней мере получше чем восьми жильная плетеночка тонкая не забывай поставить лайк этом видео а мы продолжаем 4 выгоды использования шок лидера для чего нужен мы мы определили теперь определим 4 компоновки 4 вариации шок лидера первая компоновка это основная леска на катушке и мы привязываем к ней шок лидер из плетенки такая компоновка нужно когда мы ловим какую-то рыбу крупную чтобы леска у нас амортизировала играла гасила какие-то рывки да а плетенка у нас служит вот это для шоковой нагрузки при забросе чтобы он был хлестки какой-то дальний когда выбираем вот такую компоновку если хотим ловить леской но нужен дальний заброс с шоковой нагрузкой второй вариант компоновки это если у нас основная на катушке намотана плетенка а мы к не привязываем шок лидер из лески или из флюорокарбона такой вариант как раз таки это наша третья выгода чтобы добавить какой-то отрезок амортизирующий либо флюор флюорокарбон добавить чтобы не резала ракушка третий вид компоновки мой любимый которым опять же пользуюсь я лично это плетня плюс плетня подходит под все выгоды кроме конечно того амортизирующих свойств выгодно не терять основную намотку выгодно шоковая нагрузка при забросе выгодно поставить более толстую плетенку на ракушках но здесь не факт еще все зависит от того какая ракушка и четвертый вариант компоновки это если на основной катушки намотана леска мы к ней привязываем шок лидер из лески или из флюора опять же имеет больше смысла привязать шок лидер из флюора потому что леска плюс леска вариант который реже всего используется из всех этих компоновок вышеперечисленных длина шок лидера оптимальная длина шок лидера 2-3 размера удилища если ловим за какой-то очень крутой бровка где много ракушки да тогда можно все три-четыре длины удилища поставить шок лидер а в среднем две-три длины удилища достаточно поэтому по поводу выгоды использования шок лидера и тех компоновок которые я озвучил это выбор лично каждого у каждого свои цели свои взгляды свои желания от самого процесса рыбалки но сейчас я покажу узел которыми я пользуюсь для привязывания шок лидера узел очень легкий очень простой и очень емкий приступим переключимся в режим говорящей руки так верти пока отложу в сторону он нам пригодится чуть чуть попозже здесь не остает 0 10 плетня по моему если не ошибаюсь и шок лидер привяжем 0 14 плетню она чуть потолще и пожестче кстати также это 0 10 8 жил к 0 14 у нас 4 жил к идет привязывать я буду узлом типа all bright похоже на убрать но выглядит как упрощенная его версия но этот узел очень надежно которым я пользуюсь уже много сезонов и так сейчас я поменяю местами мне так будет удобней приступим вот он шок лидер на шок лидер я делаю петельку запасом вот она петелька получается и продеваю в него основную плетенку или леску в эту петельку этот узел подходит кстати для привязывания любых то есть леска леска шнур шнур леска плюс шнур флюр плюс леска флюр плюс шнур и так далее и тому подобное абсолютно для всего подходит этот узел то есть продел в петельку основную плетенку если у нас классический убрает вяжется обычно в сторону петли то я его вижу намного проще и как мне удобнее я вижу делаю витки от этой петли зажимаю то есть петлю с продетым с продетой основой двумя пальцами и начинаю делать пятки витки от этой петли 1 3 4 6 7 8 9 10 обычно делал 10 витков этого достаточно и теперь вот этот отрезок лески я завожу обратно в петлю сторону противоположную той в которой мы его изначально заводили вот так вот вот так вот это выглядит и теперь начинаю подтягивать аккуратненько подтягиваю узел не торопясь вот он потихонечку начинает стягиваться и тут его нужно перед основной затяжкой смочить обязательно и потихонечку стягиваем узел готово ты здесь видишь узел лично для меня он еле заметный он получился очень аккуратный емкий самое главное он будет очень скользкий теперь вот эти вот усики можно отрезать чем хорош этот узел вот эти усики можно отрезать под самый корень прям вообще не не переживай ни за что так и 2 есть вот у наш узел получился теперь проденем шок лидер через наш квивертип с имитируем удилище я покажу один нюанс очень важный момент чтобы этот узел спокойно проходил у нас через кольца как видим в данном примере узел через кольца шок лидера проходит отлично он даже не будет никак никак заметен при забросе и привы при уваживании и ушок лидера имеется всего лишь два недостатка первый это то что вот этот узел будет собирать какой-то мусор особенно когда пух это может быть проблемно и второй недостаток естественно что это становится слабым местом любой узел это плюс слабое место поэтому шок лидер используем когда действительно нуждаешься в какой-то из этих четырех выгод которые я перечислил надеюсь видео было интересным полезным поддерживаю лайком подписывайся на канал пиши комментарий не хвостань чешуи хорошего настроения пока